Я мирянин. Нужно ли стараться неверующих близких время от времени подталкивать в сторону православия? И как это делать? Вы знаете, природа Церкви — это миссия. Мы не можем спасаться в одиночку. Мы спасаемся в составе Церкви. И для мирянина, то есть человека, сознающего себя уже чадом церковным, но не избравшего монастырскую жизнь, остающегося в миру, неизбежно окружение подобными ему мирянами и простыми обывателями, которые до Церкви еще вовсе не дошли. Не просто нужно, но это, может быть, главная миссия ваша остается, вторая по важности после собственного спасения. Если вы сами уже осознаете себя человеком кающимся, блудным сыном к Отцу Небесному возвращающимся, то подать эту словесную милостыню окружающим нас близким — это наш подлинный долг. Кто о близких, сугубо о своих домашних не печется, тот оставил веру и хуже язычника. А в каком смысле попечение о ближних по преимуществу требует иметь апостол? Не о хлебе, только о насущном. Это как раз более-менее свойственно домочадцам или старшему из них заботиться о необходимом пропитании для своих ближайших сродников. Но верховный долг и главнейшее попечение — просвещение света и веры об учреждении домашней святыни, которая послужила бы к спасению всех домочадцев. И крестился он, сказано в книге «Деяний апостольских», и весь дом его. И прикладывается к числу спасающихся целыми домами во главе с главами домов. Вот та обязанность, которая является в нас тотчас после достижения нами самими какого-то сознательного и основательного признания себя самих в отношении спасителя, долженствующими. Ну, а дальше как это делать? А вот это уже очень справедливый вопрос, потому что не абы как, и не с горяча, и не с плеча, и не железной рукой загоним человечество к счастью в соответствии с тезисами атеистической безбожной власти. Мы не должны ни в коем случае пользоваться их методами. А наше обращение к ближним и забота об их просвещении прежде всего должна проходить в духе мира сердечного. Всякая раздражительность, неприязнь, гнев, возникающий в отношении еще не таких благочестивых, как ты, есть признак собственной поврежденности. Преподобный Исаак Сирин замечает, отчего же ты гневаешься на ближнего твоего? Не от того лишь, что он не столь праведен, как ты, то есть ты уже в тайне сердца превознесся над ним, а где же твоя праведность, если ты гневаешься на близнего своего? Так что легко опровергается наша благочестивая стать, если мы замечаем в себе гнев, неприязнь, раздражительность, и из этих состояний поврежденной души еще силимся, еще больше раздражаясь, еще более прогневляясь, ставить на место, вразумлять, высказывать свою досаду, негодование по поводу нечестия того, кто рядом с нами. Это несообразные цель и средства, цель явить Христа ближнему своему. Христос, когда предложили его ученики не звести огонь на город, не принявший Христа по причине того, что лицо его было, идущего в Иерусалим, они не одобряли иудеев, то Господь сказал, не знаете, какого вы духа, не карать, не губить души человеческие, но спасать пришел Сын Человеческий. Помня об этом, с какой кротостью Господь ждал нашего обращения, с какой кротостью, предлагая нам во вкушение тела и кровь свою, делать нас участниками вечной жизни, с каким снисхождением дарует нам оставление наших согрешений в Таинстве Исповеди, и научившись этому стилю от самого Господа и от лучших учеников Его, и нам дело просвещения ближних непременно должно совершать в духе мира, радости, сострадания, милосердия, внимания, и тогда, именно тогда откроются самые уже заржавелые двери и окаменелые сердца, и тогда наше слово проповеди непременно будет услышано. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok